Назар, как ты оцениваешь сегодня свое выступление? Не все получилось, был срыв на перекладине, на конец, по-моему, тоже не все получилось. Чуть-чуть тебе не хватило до третьего места, но, насколько я знаю, ты собираешь многоборья после травмы. Расскажи о своих впечатлениях после первого дня соревнований. Да, ну, в первую очередь, не все получилось, что бы хотелось. Скорее всего, ну, не скорее всего, а, наверное, так и есть, еще не успел подготовить ту форму, которая более стабильная после травмы и всего этого, но уже процесс идет, стараюсь стягиваться, стараюсь не расслабляться, поэтому, думаю, уже на следующих соревнованиях покажу выступление получше, чем сейчас. Ну, поэтому работаем дальше, не знаю. Как вообще проходит подготовка к Олимпийским играм? Ну, вот насколько волнительно, с учетом того, что вот эти новости будет, не будет, вот это где-то в голове сидит или все-таки ты настроен, идешь к своей цели и будь что будет? Ну, вообще, когда в тренировочном процессе, то, я не знаю, у меня как-то информация не воспринимается. Пришел с тренировки, лег спать, покушал на тренировку и, ну, подготовка идет, проходим объемы, стараемся всей командой работать, поэтому так вот. К чему сейчас тренерам больше всего уделяете внимание? К какому из шести снарядов? На чем вообще, возможно, над каким-то усилением работаете? Или над стабильностью? Ну, вообще, стараемся максимально сделать стабильным, и чтобы базы были хорошие на многоборье, ну, а так ставим, я думаю, больше ставку на прыжок. Ну, не знаю, просто получается как-то или иногда не получается. Слушай, ну, вообще, у нас очень классная мужская сборная, но мне кажется, что у вас с Ильей Ковтаном вырисовывается такой прикольный спарринг, потому что вы, как идете вместе, да, и по иньомрам, теперь и по взрослым. Как вообще тебе, насколько это помогает или, возможно, мешает? Мне ни в коем случае не мешает конкуренция, это двигатель прогресса, поэтому я, ну, вижу, что он на уровень выше, и стараюсь, допустим, в тренировочном процессе, допустим, взять у него что-то и перенять себе. Ну, так что так. Ты уже знаешь, потому что пока, по-моему, я не видела, в какие финалы ты пришел. Ну, это прыжок, да? Или пока еще не знаешь? Я ничего не знаю. Ну, я думаю, скорее всего, на прыжок, а там брусья, палка плоховато прошел, поэтому не знаю, что как. Ну, в любом случае, ты молодец, было очень приятно тебя смотреть. Я думаю, мы еще увидимся, услышимся завтра. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.